Кардиомигалия Кардиомигалия – это значительное увеличение сердца, его размеров и массы. Кардиомигалия может быть врожденной, но гораздо чаще она не является самостоятельным заболеванием, а возникает при других болезнях сердечно-сосудистой системы. Причины возникновения – врожденная кардиомигалия, как правило, бывает обусловлена наследственными факторами. Прогноз при этой патологии неблагоприятный. Приобретенная кардиомигалия может возникать вследствие самых различных заболеваний, как сердечно-сосудистой системы, так и других органов и систем. Но наиболее часто она наблюдается при артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, пороках сердца как врожденных, так и приобретенных, миокардите, пневмосклерозе, инфизеями легких. Симптомы. Кардиомигалии, которые может обнаружить больной, не являются специфическими. Основные проявления данной патологии – боли в области сердца, тахикардия, одышка, быстрая утомляемость, ортопнои, периферические отеки. Кардиомигалия в течение очень долгого времени может протекать вообще бессимптомно, либо затеняться симптомами других заболеваний. Пациенты не придают значения появлению той же одышки и утомляемости при физической нагрузке, объясняя это потерей формы из-за сидячей работы, курением, другими причинами. Именно поэтому довольно часто кардиомигалию обнаруживают случайно, при обследовании по поводу других заболеваний. Виды заболевания. Диагностика. Врач может заподозрить кардиомигалию, обнаружив характерные для этой патологии шумы в сердце, выпячивания при пальпации, определенные признаки на электрокардиограмме. Изменения размеров сердца обычно бывают четко видно на рентгеновском снимке, однако самую полную и достоверную информацию дает ихокардиография. Она же во многих случаях позволяет определить причину возникновения этой патологии. Действия пациента. Если у вас увеличенное сердце, лечение и питание должны быть направлены не только на облегчение страданий, обусловленных кардиомигалией, но и на уменьшение воспалительных процессов других органов, оказывающих интенсивное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистой системы в целом. Лечение. Так как кардиомигалия является не самостоятельным заболеванием, а проявлением, симптомом других болезней, то ее лечение и профилактика сводятся к лечению вызвавшего ее заболевание. Осложнение. Со временем у большинства больных с явной кардиомигалией появляются дополнительные клинические признаки заболевания сердца. Профилактика. Надо по возможности исключить факторы риска, провоцирующие повышение артериального давления, возникновение ишемической болезни сердца, заболеваний легких. Необходим полный отказ от курения и употребления алкоголя.